Дорогая Катюша, это видео мы снимаем не случайно. Мы сейчас находимся на родине Бэби-клуба. Для нас то, что ты совершила, это огромный прорыв в мир. И я желаю нашим маленьким клиентам быть такими же счастливыми, как и клиентам в России. Сейчас я хочу предоставить вам необычные познравления. Второе поколение выпускников Бэби-клуба сейчас прочитает вам стихотворение, которое посвящается открытию Бэби-клуба в Эмиратах. Для тебя, Катюша, и для вас всех. Ну, естественно, вы понимаете, что самая лучшая реклама – это когда у сапожника есть свои сапоги. Поэтому вторым поколением, которое вы сейчас услышите, является моя Яна Белонощенко, которой 13 лет, которая сочиняет, как выпускник Бэби-клуба, талантливые стихи. Итак, слушаем. Как мы хотели этот момент? Это будет наш первый эксперимент. Все мечтали об этом давно и долго, чтобы клубы были и в Монако, и в Конго. В нашей компании знали даже пингвины, чтобы нас советовали важные господины, чтобы Бэби-клуб распространился по всей планете. Ведь он этого достоин, прошу заметить. Если франшиза будет везде – в Китае, в Майя, Микро и Ганде, то дети везде будут счастливы, добры, веселы и талантливы. Наконец мы дождались, ура! Теперь и в ОАЭ будет весела детвора. Или клуб в Эмиратах, где везде ходят стаи верблюдов горбатых. Где яркое солнце, море прекрасное, добрейшие люди, пляжи первоклассные. Потому что один замечательный человек, Катюша, оказалась смелой, храброй и великодушной. Она набрала смелости и шагнула в иной мир, где новые люди, другой ориентир. Она смогла, как Гагарин Юра, первая вошла в новую культуру. Главное – сделать первый шаг, ведь это очень важно. Этот поступок считается очень отважным. Ведь главное – это верить в силу маленьких шагов, идти вперед к цели, не смотреть на врагов. И, наконец-то, мы открыли клуб за границей, как будто поймали чудо-жар птицу. Но теперь нужно продолжать и продолжать, чтобы по всей земле города клубами наполнять. Спасибо, Катя, ты всем помогла. И к самой большой и заветной цели пришла. Катюшка, мы гордимся тобой и счастливы, что ты сделал это. Спасибо.